Другим темам. Средний размер пылинки 20 микромиллиметров. Человеческий глаз ее даже не замечает. Но если такая частица попадет при производстве на оптический прибор, весь процесс на смарку. На новосибирском заводе Катод сегодня открыли новые сверхчистые помещения, куда пыль попросту не попадает. Подробнее об уникальном производстве в нашей постоянной рубрике «Точка роста». Стерильно, как в операционной. В этих залах изготавливают экраны, на линзы наносят специальный слой. Через полтора месяца детали соберут в приборы ночного видения, у которых дальность обзора до 250 метров. В помещениях несколько стадий вентиляции. Воздух меняется со старого на новый 40 раз за час. Это люминесцентный экран. Именно с помощью него изображение проецируется на глаз. Само покрытие, порошок люминофор, наносят в этих самых чистых помещениях. Попадание даже самой малейшей пылинки недопустимо. Специалисты перед входом в сфер чистые залы надевают продезинфицированные костюмы и обувь и проходят через воздушный душ. Для идеальной сборки на заводе разработали специальное устройство, в котором формируется вакуум. Точно такое же, как на Луне или Марсе. То есть давление невероятно сильное. Здесь сам катод формируется непосредственно в установке. То есть в таких переносных контейнерах такой вакуум достичь невозможно. А в сверхвысоком вакуумном комплексе мы можем это себе позволить. Создать такой вакуум и реализовать то, что заложено в этих соединениях А3Б5. В данном случае Арсенит Галя. В старом здании таких возможностей не было. Специалисты работали в помещениях с обычным давлением. Для человека незаметным, но важным при производстве. Из-за давления и случаев брака было гораздо больше. Теперь завод увеличит объем производства на 30%. Благодаря тому, что у нас освободился площадь в старом здании, в такой проведена реконструкция, ремонт этих помещений. Будут созданы такие же чистые комнаты, как здесь. Но в меньшей площади, конечно. И там мы планируем установить оборудование для научного отдела. Таких технологий в мире три. Одна у нас в Новосибирске. И две фирмы в США. Неудивительно, что Госдеп штатов в сентябре ввел санкции против завода «Катод». На доли новосибирского предприятия приходится 12% мирового рынка. Наша разработка в два раза дешевле зарубежных аналогов. И по качеству не хуже. В реальных боевых действиях солдат с прибором ночного видения не заметит разницу между российской разработкой и американской. У меня в руках прибор ночного видения второго поколения. Ну вот, строились все чистые помещения на заводе «Катод». Сейчас я попробую его использовать. На камере выключится свет. Стараюсь написать что-то на белом листке. Выключаем свет. Не знаю, как вам, но мне видно все прекрасно. Я написал, можно сучить свет. Получилось не очень хорошо, но по крайней мере читаемо. Потому что, видимо, я не до конца настроил регулировку четкости. Но прибор работает отлично. Большая часть продукции идет на государственный оборонный заказ для вооруженных сил России. Треть отправляется на экспорт в страны Европы, Юго-Восточной Азии и в Индию. Лидером быть гордо очень сложно и порой рискованно и ответственно. Поэтому это все совмещено сегодня в этом проекте. Поэтому я от всей души поздравляю. Это пример, как можно объединить, можно и нужно объединять усилия всех и всех, кто может быть полезен и причастен к любому созиданию. Объем инвестиций в проект составил полмиллиарда рублей. Была и помощь правительства, налоговые льготы для предприятия. В планах у руководства завода завоевать 20% всего мирового рынка. Поэтому в небольшой объектив прибора точку будущего роста уже видно. Борис Киргенеков, Александр Егоров. Новости ОТС.